Привет всем, меня зовут Михаил, я продолжаю прохождение истории Тана. В прошлой серии мы получили три плохих концовки, и в этот раз единственный ответ остался. Почти правду говори. Мы жили на окраине эльфийского леса. Моя семья всегда восхищалась эльфами, чтила их обычаи и нравы, и к нам относились хорошо. Ха-ха, насколько хорошо. Подарили красивую одежду, и кинжал у тебя, смотрю, тоже эльфийский. Уж не сынок ли ты, кого из остручших? Матушка не блудила? Ха-ха-ха, не пугайся, пацан. Может и не шлюха она, может и без спроса острухи ее попользовал. Ушки-то твои острые? Ну-ка, покажи ушки. Не хочешь? Значит все-таки острые. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, смотри. Ладно, говори, как обгореть умудрился. Эльфы посчитали какой-то поступок родителей оскорбительным и приговорили к казни. Их забрали в тюрьму, а я молил стражников помиловать маму и папу. Меня не слушали, я разозлился, испыхнул огнем. Этим гадам тоже досталось, но больше мне... Я очнулся неподалеку отсюда. Ты что? Ты ранил эльфов? Они тебя ищут! Не думаю. Наверное... У меня от меня за гранью. Огня было столько, что место, где я был, почистую обратилось в пепел. А маги обычно тратят годы, чтобы научиться перереноситься. У меня не было шанса выжить. Но ты живёшь, везунчик. Ладно, есть у нас в деревне один недоостроухий. Он поможет. Следуй за мной. Что... что будешь теперь делать? Надеюсь, не мстить? А, ещё выбор. Ну, говорить не мстить, значит не мстить. Не вздумай мстить. Сейчас ты выводеешь двумя сокровищами, жизнью и силой. Начни жизнь сначала. Веселись, пей брагу. Щупай баб, гоняй мелкотню. И не торопись за грань. Эй, островуший шейчевыродок. Я тебя ещё от одного выродка привёл. Вы повадите. Хе-хе. Он ранен? Ну, хорошо позаботился о своих ранах. Ты ведь сам это сделал, да? Ладно, кумекайте. Дружитесь и так далее, выродки. Приветствую тебя, я Тан. Приветствую. Я наречён Даримиром. Тан, это Станислав? Просто Тан. Но если хочешь, зови меня Константином. Славного во мне ничего нет. Значит... Ты постоянен, Константин? В свете последних происшествий едва ли. Поэтому просто Тан. Хорошо. Что же привело тебя в нашу уютную деревеньку? Эльфы отправили родителей за грань, и мне некуда идти. Понятно. Можешь жить у меня сколько хоть... Сколько сочтёшь нужным? Из слов моего соседа, я сделал вывод, что в твоём роду были эльфы. Эй, что же ответить-то ему? Стоит ли говорить правду? Или можно изобразить, что типа... С прошлым покончено. Это уже не важно. Все мои родственники за гранью. Я не связан с прошлым. Что ж, как знаешь, так откуда эти странные ожоги? Я молил палачей о снисхождении, но нашёл лишь холод гордыни. У меня захлестнулась ярость и возгорелась пламенем, в котором я и сгорел бы. Но та же ярость переместила меня сюда, где я и стал искать помощи. Хочешь отомстить, да? Да, это всё, что мне осталось. Надеюсь, ты передумаешь. Пока покажи мне свою силу. Сожги эту чучело. Зачем? Разве обязательно портить вещи? Мне надо понять, насколько ты уже силён и насколько контролируешь свою силу. Если иначе никак, то я согласен. Можешь не зарпиться. Погуляй тут, осмотрись, только не трогай мои вещи. Ладно, благодарю за радушие. Буду рад побеседовать. А ты тоже эльф? Моя бабушка Эля была эльфийкой. Она долго скрывала своё происхождение, жива в человеческой деревне. Но длинная молодость выдала её. Уже все соседи состарились, а бабушка оставалась молодой и сильной. Люди подъявились, но злиться или обижать нас не стали. Бабушка множество звезд в жизни спасла своим даром целителя. Её любили и ценили. Однако, когда её любимый переступил грань, здоровье и тяготельность отяготели Эли. Она не смогла ничему радоваться. Работала и помогала сражающим, будто не живая. Как волшебный камень. А в... Талхимика. Истаяла мне ни о чём. А исцеляла, ни о чём не спрашивала, ни о чём не думая. Через два года она заболела и не захотела себя исцелять. Здесь много детей. Да, если чьи родители слишком заняты, они рассерженные или просто не могут ответить на вопрос своего чада, дети бегут ко мне. Я смастерил для них много игр. У меня всегда есть крюк вины. Морс очень полезный и вкусный. Я знаю много сказок, даже некоторые эльфийские легенды. Своих малышей у меня нет, хоть и была женщина, любившая меня. Детей я ей не террородил. Быть может, потому, что не были чувства взаимными. Она давно перешла грань от прожитых лет. Меня же Мериона пока к себе не зовёт. Вот уже, почитай, полтора века со смерти лет и прошло. Видимо, у меня не длинная молодость, как у настоящих эльфов, а длинная старость. Понятно. Детям повезло, что изучать дам живот, добрый мудрец. Ты знахарь? Да, но никаких особых дарований у меня нет. Только знание трав и опыт долгой жизни. То есть, ты не маг и не сможешь уж меня научить? Я смогу тебя научить. Я много знаю, хоть и не владею никакой силой. Могу поведать достаточно и о магии, и о колдосвестце и целелительстве. Буду благодарен всякой помощи. Будь уверен, здесь ты её обретёшь. Да, у меня много кроватей. У меня и гостей бывает много. Кто приходит учиться? Кто прятаться от хмельных родичей? А кто... Болезнь не тяжкая и не может ходить до дома. Так, ну, осмотримся, конечно. Это кто? Мы тренируемся, чтобы стать лучшими мечниками. Хай! Так тебе, бам! Хай! Я лучший мечник во всей Мирионе! Да. Жалко, нельзя с ними потренироваться. Это ничего. У меня не получится. А, ты можешь научить. Научи. Чтобы повелевать стрелой, ты должен сначала сам стать прямым, как стрела. Стать боком к цели, выпрямь-прямь к колене, распрями спину, подайся чуть вперёд. Вытяни вперёд правую руку. Правое плечо опусти, замри. Двигается только левая рука. Достань стрелу, отведи от кедево, задержи дыхание, целься. Ура! Я попал! То есть, почти попал. Ты видел? Стрела пролетела. Да фок, это чучело. Молодец, со временем научишься. Таан, ты хороший учитель. Так. А это трудно. Повторяйся сначала просто стоять неподвижно. Так, это надо сжать, чучело. Нет? Вот это? Чучело. Давай. Нет-нет, мальчик. Ну, ти-ки-ки-кинжалом чучело. Кто, о, как угодно может. Используй магию. Да, точно. Магия. Гори! Так, ещё и опыт нам дали. Ух ты! Классно ты бабахнул! Вот так-так-то. Ты одарён. Для того, кто вчера открыл в себе силу, это великое достижение. Надо же. Легш... У... Галь-гальки оставил. Я на такое не рассчитывал. Но ты тратишь много сил. Я научу тебя... Экономить магическую энергию и не тратить её попусту. Пока отдохни. При... Приди в себя после пережитого. Завтра начнём уроки. Да, можешь... Можешь... Занимать... Любую... Кэш-чур... 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 Что на закошку, кочерыжку капусты. Что на заедку, парену репку. Поели-попили, домой поспешили. До завалинки сели, песенку пели. А, то же самое. То же самое. Ясно. Ой, чё я... Так. Бежит молочко по вымечку, сумочка по копытечку. С копытечка по серверу землю. Козлятушки, ребятушки, отопритесь-я, отворитесь-я. Ваша мать пришла, молочка принесла. Я голодный серый волк, я в поросятах знаю толк. Эй, это из другой сказки, хватит прикалываться. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Так, бежит молочко по вымечку, это уже было. Мы играем в лиса и семеро козлят. Там точно мама. У нашей мамы голосок не такой мелодичный, и она чуточку картавит. Не открывай, братик. Мы играем в лиса и семеро козлят. А ты точно наша мама? А-а-а-а. Козленок в печке спрятался. Ладненько. Че тут еще? Незачем трендеживаться, прыгать по колышкам. Я это и так умею. С девочкой ты не поговоришь. Никак не получается. Ну, не будем пылиться. Говоря про эльфов, все получится. Терпение, продолжай тренироваться, все получится. О, паутина. О, паутина. И мастер-серски сделано. Вначале легко, а дальше даже эльфам трудно будет пробраться. Ну-ка, полазаем по паутине. Ну да, здесь уже он звенит постоянно. А вначале легко ходит. Ничего не задевая. А, ну почти ничего не задевая. Водчика с дождевой водой. Воза переплетена так, что вода с крыши стекает сюда. Какое инженерное решение. Везде лоза. Хе-хе, я бы им подсказал, но они так мило сочиняют. Гуси-гуси, га-га-га. Куры-куры, ко-ко-ко. Козы-козы, бе-бе-бе. Овцы-овцы, ме-ме-ме. Киса-киса, мяу-мяу-мяу. А котенок мил. Я знаю, что мы поем неправильно. Мы слова забыли, так что придумываем на ходу. Утки-утки, кря-кря-кря. Лисы-лисы, тяф-тяф-тяф. Зайки-зайки, боб-боб. Лошадки-лошадки. И-го-го. Так. То же самое. То же самое. Круг почета сделан. А. Нам теперь нужно идти... Отдыхать. Смотрим, тут ничего. Не потырить. А, это спуск. А не сундук. Картошка. Пшеница. Репа. Я обещал ничего не трогать. А. Точно. Чужое брать нехорошо. Ну, припасов-то тут-то-го-го. О-го-го. Люк в полу слазать, что ли? Ты только что лазал. Так. А, кровать в синях нужно. Хороший у него домик. Ничего тут... Светки почитать нельзя. Что это? Сироп? А, крюковенный морс. Я могу здесь устроиться. Поскорее я уснуть, чтобы поскорее настало завтра. Но где-то ли еще дело сегодня? Я долгие годы тренировался. Стал непредзойденным воином и магом. Время пришло. Хэл грядет возмездие. О, бывшие друзья. Не волнуйтесь, я вас за грани отправлю. Мне нужен хэл. Ух ты. Эльфы. Бей эльфа. Да, вы, ребята. Круче, чем волки, делитесь. О, наконец-то, хоть один. Давай этого забьем. Отдыхайте. Скоро собратья вас найдут и вылечат. Сохраняться надо. Как можно больше. Да. Еще. О, всего один. Сохраня. Сохраня. Надо лечиться. Ну, вот и дворец. Охо-хо. Это круто. Так, что у нас тут? Может, сбежать нафиг? А ведь еще с Хэллом драться. М-м-м. Нет. Та-а-а. А-а-а. О-о-о, эльфийка-то круче. Лучше, чем эльф. Надеюсь, Йоши бодоролит. Фу. О-о-о, эльфийка, все-таки я справлюсь, надеюсь. О-о-о, третий уровень, отлично. Так, надо что сделать. Что-нибудь съесть. Подлечиться. Сохраниться. Подлечиться, сохраниться. Вот я и на месте, пора. Ой, куда это я? Да, пора. Две эльфийки. Ну ладно. Красивый замок все-таки у них. О-о-о. У меня уже... Зарядился Супердар. О-о-о. Ой-о-о. Вонилась. Ай-яй-яй. Лечимся, лечимся. Лечимся, лечимся. Так, надо... Так, что бы сделать? 20... 10 НТ. Лучше сделать вот так, по-хитрому. Остановить себе ману и исцелиться магией. Потому что... Лекарств у меня меньше, чем еды. О-о-о, не бей. Что ж ты делаешь? Вообще... МОЛНИЯ, МОЛНИЯ. О-о... Кто додумался создать иллюзию солнечного дня в полном сверкающего льда помещении? И ничего не видно. Чё такое? А, ну вот. Так. Что-то я два раза бью. Мне бы тоже есть длину удар что ли? Так. Там наверняка босс будет. Аррр. А? все кончено все что ли с ним не драться ладно это мне кажется больше таки будет какой-нибудь охранник крутой нет надо же прямо взрыв шаблонов ее а надо лечиться срочно Вообще он пока рукопашный убьет гораздо эффективнее чем магией, так что, ладно, будем экономить на лечении. О-хо-хо, да еще и у них первый удар, ну че делать? Ну, шоу. Ну, шоу. Все. Давай, ввесь одного удара. Не вздумаю, мы упонят их фига. Все. Победили. А, надо, надо. Надо подлечиться. О, всего одна. Но одну-то я быстро делаю. Так, новый уровень. Главное чаще сохраняться. Это лес. Так, назад идти не могу. Где я? Мне не знакомо это место. Я вообще двигаюсь? Это не может быть. Но деревья выглядят одинаково. Я не могу их различить. Да, действительно не может быть. И стоять слишком плотно. Странное чувство. Не что я хожу кругами, а что совсем стою на месте. Странно. Странно. Странно это! Что творится? Где я? Странно. 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 Там волк. Приветствую путешественника. Вот и свидетельствием вновь. Мне много было мерено до грани, а ты приблизил мою меру. Что скажешь мне? Ты не мог меня забыть. Первого, кого отправил за грань, не забываешь? Как я... Что? Так это грань? Ну, я бы сказал, что? Ну, думаю, Канн бы сказал, так это грань. Мне откуда знать. Раз такой любопытный, спроси Мериону. Мериону? Эх, вы люди что, правда разучились её слышать? Что здесь творится? Где я? Отвечай! Не хочу. Мне неинтересно то, о чём ты спрашиваешь. А, раз неинтересно, я и не знаю этого. Лучше вспомним. Вместе сможешь снова? Оп. Какой-то он, правда, странный стал. Ну, что мы можем? А, сбежать нельзя. В другой версии игры можно было сбежать, и тогда... Сценка была бы ещё одна. Магия. О, он стал... Он гораздо живучее, чем обычные волки. Ну, это что такое? О, привет, Танн! Ты тут просто... Угуляешь? Или дело какое я в этих краях замыслил? Как? Вот, я тоже хочу вот это сделать. Что? О, хохошеньки, Тань, соберись уже с мыслями. А! Прикольчик. Вы знакомы? Естественно, знакомы. Глупо отрицать, что я тебе знаю. Уж если ты меня совсем забыл, так и скажи. Ты кто? Вот, опять так. Последнее время все... Все, как... Меня... Вот... Тут... Тут... Увидят сразу. Ты кто? Вот... То меня нет имени, но моим именем зовут кого угодно. Загадки загадываешь? Я не... Неизвестно где, выбраться не знаю как, а ты... Впрочем, Хелл мёртв, и смысла в моей жизни больше нет. Может, и не нужно уже выбираться. Точно-точно, ты пришёл куда надо. Ты у грани. Тут всё ясно и понятно. Можешь не спеша подумать, что тебе хочется сделать. И поймёшь, куда тебе идти. А если ничего-некен додумается, добро пожаловать за грань. Начнёшь жизнь с чистой души, или... Как вы говорите, с чистого листа. Да? Извиняй, я так давно, последний раз с людьми общалась, что не знаю хорошо вашей речи. Загрань? Меня хочешь отправить? Я понял, это всё морок, эльфы подстроили. Я тебя само сейчас загрань отправлю. Ух ты, кай, милашка. Ну вот здесь нужно... Обороняться. Потому что она нам урона не наносит вообще. Что ты делаешь? Только... Заботливо смотрит. Да чё, 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 чем ты это делаешь? Ласково смотрит. Не надо. Чем она нас исцеляет? Атаковать нас она не будет так... А, можно ещё предмет использовать. Ладно. Прекрати! Ну тут, наверное, рассчитано на то, что я её буду бить. Но там... Прекрати, не надо. Но всё равно ласково смотрят. Ну, а не нам восстанавливает даже. Молодец какая. Молодец. Четырестой экспы. Пятый уровень. Так нельзя. Нельзя меня бить. Нельзя. Мама. Это ты грубия. Мамочка. Что здесь... Что происходит? Что же? Где я? Сохраняйся. Где бы ты ни был, сохраняйся. Никакой опоры. Я будто перебираю её ногами в воздухе. Но ещё не падения тоже нет. Здесь никаких... Ориентиров. Я двигаюсь или вешу на месте? О... Она плачет. Зря это это. А если разгневаешь мир... Воевать с целым миром... Хм... Я не в обиде за свою смерть. Сам отправлял за грань. Ради пропитания. Или для тренировки. Просто из лобы. Не имеет значения. Но ударить маленькую девочку... Бить её непростительно. И вот... Вот этот... Пожалуй... Самый сильный противник... В начале истории Тана. О, нет. Чё-то я путаю. Ну ладно. Да что же происходит? Неужели это... О, нет. Мириона. Прости. Тан... Тан... Хм... Успокойся, Оно. Эриф, ничего тебе не сделал. Но... Но... Мир... Тан меня ударил. И... И не единожды... Тан, что? Меня не любит. Нас не любит. Хм... Она... Этот эрф... Оно. Этот эрф нас не узнаёт. Ты... Капирила с ним. Сама знаешь это. Я... Ой... Тан идёт. Спасай меня. Ой-ой-ой-ой. Ой... Такому грубияну не место у грани. Убирайся. И... Не... Возвращайся. Покуда не проживёшь отмеренное тебе. О, какая. Ну, что мы можем? На тебя магия. Бессмысленно. Печально смотрит. На тебя ударим. Бессмысленно. Опять печально смотрит. Так. Давай-ка. Лёд. Собрать силу в руках. Ослабляет. Давай-ка, тебя слабим. Да, слабили. Давай. Своим крутым ударом. Бессмысленно. Убирайся. Вот так вот. Я за грань своего короля? Ужасно. Где я? Это сон. Великая радость, что это только сон. Хелл жив. Я не смогу его убить. Пусть то не злодей. Но то чувство раскаяния, боли и пустоты, будто вонзал меченего врага в себя, будто что-то во мне умерло, переступило за грани. Моего же существа и более мною не является что-то родное и дорогое. Я не желаю снова испытать это отвратное чувство. Мне снилось еще что-то. Волк зря я причинил вред этому зверю. Доброе утро, Тан. Давай-ка. Что, плохой сон? Вроде бы. Это бывает в своем положении. Ты слишком много пережил сразу. Желаю, чтобы сегодняшний день пришел для тебя радостные ночи. Конечно, сохраняемся. Дворда Ремира. И что тут? Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Домой летите? Нет-нет-нет. Дома кашка-малашка, да хлебушка-крашка. Сергей, волк над горой не пускает домой. Как не пускает? Зубы точи съесть нас хочет. Волка, не пугайтесь. Поскорее не разлетайтесь. Их вчерашняя песенка мне нравилась больше. Ну да. Это какая-то скучная. Что еще тут есть? Я буду стараться. Терпение и труд паука обманут. Так. Я могу потренировать магию, прыгая по колышкам. Чего? Ох. Вчера так наскакалась, что сегодня все тело болит. Хочу еще попрыгать по колышкам, но больно. Хм. Я могу использовать эти колышки для тренировки. Видите, что говорят? Сова летела-летела, села, головой повертела, дальше полетела. Летела-летела. Ну это можно долго. Я стану лучником. Ха. Тренироваться не надо было, а не хвастать. Я лучший мечник во всем Ирионе. Ну почему ты побеждаешь? Летела-летела. Да уж. Так. Вчера к нам пришла леса и похитила моих братиков-сестричек. Но мама вот думно придумала. Сейчас она лисиных детей украдет и до наших обменяет. Лисятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, козлят принесла. Козлята в мешке брыкаются, удрать пытаются. Ой, убегут, убегут. Лисят голодными и оставят. Мы играем в коза и семеро и лисят. Молодцы какие. Там точно мама. У нашей мамы голосов мелодичные и она не картавит. Не открывай, братик. Мы играем в коза и семеро и лисят. А это точно наша мама? О, это тоже спряталось. Отлично. Дед Адар, смотри, как я умею. Какие кругля выписывают. О, что-то новое. Я думал, это только кружиться на месте умеешь. Ты, 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 ты танцуешь, как моя бабушка Эльфика. Та, меня научил. А, эх, ты сейчас будешь просто танцевать, если пытаться поговорить, говорить, да? Ну, давай быстрее. Тан, так ты Эльф, надо же. Прости, что не сказал. Прости, что не сказал. Не, не, извиняйся, не, не, извиняйся, я бы не поверила, или испугалась. Я Эльфов не видел никогда, кроме дедушки дара. А все, что видишь в первый раз, страшно? А сейчас не страшно? Есть такое, но ты же с дедушкой, значит, хороший человек. Юренька, подожди немного, я обещал объяснить моему гостю основу основы магии, магии ее. Опечатка. О, Тан, ты еще и маг, здорово! Мы можем посмотреть на ваши уроки? А не ты испугаешься или ты магов встречала? Испугаюсь, но с дедушкой не страшно. Это так захватывающе узнавать что-нибудь необычное. Первым делом расслабься. Ты слишком допрягаешься, творя заклинанания. Ты полностью концентрируешься на этом действии, в то время, как настолько простые чары можно вызвать одной маленькой мыслью, при этом продолжая делать что-нибудь еще, например, драться. Спамни. Все, что чувствуешь, когда творишь магию, но отбросить страх и ненависть. Только это и дает мне силу, если их отбросить магией не получится. 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 Эти чувства усиливают магию, но не являются ее причиной. Причина легка и приятна. Отащи ее. У меня получится. Получится. Чей-то голос послышалось. Вот это да. Хорошо. Что ты чувствуешь? И правда. Не могу объяснить. Это не гнев. Гнев только мешал высвободить истинную силу. Хорошо. Ты расслабился. Только ты все еще концентрируешься. Попробуй делать то же, что сейчас, скажем, во время танца или боевого упражнения. Ух ты, здорово! Так. Да, у тебя начинает получаться. У тебя хорошо получается. Ура! Настоящий маг! Потрясающе! Тан, нам надо поговорить наедине. Когда пойдешь спать, скажи мне. Все нас не услышат. А, вернусь позже. А, вот что значит тренировать магию. интересное интересное это даст нам какие-нибудь плюсы магии или что-нибудь такое. Ну, ладно, я тут со всеми уже поговорил, ага. так, я вот думаю, ладно, поговорю еще с ним. У тебя хорошо получается, настоящий маг, пошли поговорим. у нас беда. В дне ходьбы отсюда деревня, которую населяют маги и алхимики. Они совершенствуют свои искусства, что-то открывают, ведомое только им. мы с ними общались и торговали, но в последние годы вестей от соседей нет, а все пошедшие туда возвращаются в страхе и рассказывают ебылице, у тебя сильный дар, возможно, ты сможешь понять больше обычного человека и внесешь ясность происходить дарящие. Там живут маги? Да, мудрые маги, как я успел замеметить, и одаренные от алхимики. Все они сознают опасность своих деследователей и очень рассудительны. Что могло произойти? Может, занимаются чем-то опасным и отпугивают посторонних, чтобы уберечь, а может, что-то вышло из-под контроля и деревни больше нет. Как бы там ни обстояли дела, нужно удостовериться в нашей безопасности. Ты поможешь? Так, там я могу научиться. Можешь, я надеюсь, не используешь полученные знания ради мести. вот так отважный эльф. Помнишь? А, понимаешь, насколько опасно тебе иногда не 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 удачный опыт татамагов. Что значит тем более? Ладно, тем более. Тогда тем более нужно выяснить, что происходит. Вот так отважный эльф. То, что ты там найдешь, можешь послужить оружием, помочь тебе в осуществлении мести. но если не остановить это сейчас все окрест будет в опасности. Ты будешь рисковать жизнями Тарьмира и всех в этой деревне ради осуществления правосудия над своим королем? Нет или не знаю. Нет. я сделаю все, чтобы невидные не пострадали. Обещаю. Я рада, что этот эльф такой милосердный. Ах, что мне снилось? Что-то странное. Ладно, видимо переволновался вот и видеться всякое. Нечего ночные выдумки вспоминать. Вот сохраниться надо. она все танцует с ней не поговорить. Так, вот с этим я хочу поговорить. Я стану лучшим мечником. Мы станем лучшими мечниками. Я стану лучшником. Я тебя съем, малявка. Цито, ты сама малявка. не рычи, не страшно. Зубки-то еще не прорезались. Ща посмотрим, как не прорезались. Ха, да я тебе на рога в два счета. Рога, рогов-то у тебя не отросло, молокосос. Сама такая. Ар, вот вырос-то точно съем. бей, вот вырос-то на рога под нему. Арр, бей, ха. Ты, наверное, в печке спрятался, трусишка? А сама ta где пряталась? Я проявила врожденную лисью хитрость, элегатный ход по атману глупой козы. Зазнай-ка ты, арр, от вырос-то съем тебя. Вот вырос-то на рога под нему. Может, через костер попрыгаем? Ой, нехитрые, я на козьих ножках перепрыгну, а ты сваришься, сама-то выберешься, а костля-то мои в мешке изжарятся. Ну, лиса, честно меняемся. Ты за кого мне принимаешь? Чтобы я, и честно! Да. Так. Чё-то не хочешь говорить? Дровишки в печи горят, дровишки мне говорят, уж мы постараемся, жаром заливаемся. Да. Пирожки зажарятся, на весь мир прославятся. Люблю смотреть на огонь, а ты бы мог нам пирожки пожарить со своими бабахами вместо печки? Ээээ... Ну, вообще, интересно было бы попытаться. Как бы от них кукольки не остались? Может быть, но как бы я пироги вам вовсе не сжёг, так что как тот чучело. Во-во, я о том же. А я и не прошу, просто любопытно. Вон дрова как стараются, не гоже отбирать у них работу. Мимо яблоньки я шла, много яблочек нашла. Тверды, как камни, я смотрю. Что такое, говорю? Ветер юный, и наш шалун, налетел как гамаюн. Ой, ли, как я закачалась, еле на ногах осталась. Лукошка наклонилась, яблоки, яблочко скатилось. И не съесть его, не полакомиться. Я бы не стала плакаться. Не печаешься, деревце. Яблочки я выручу, тесто плотно оберну, в печку жарку положу. Я пожарю. Пирожки станут мягкие яблочки. Пирожки, хочешь пирожок? Ну, после такой песенки-то. Еще, еще, еще пирожок. Так, то же самое. Ну, да, да. Хочешь пирожок? Я тебе вот тоже дала, хватит. Понравился? Не понравился, понравился. Я еще не пробовал, попробуй и скажи. Так, а если... Так, так, так. Ой, понравился. Ты еще не попробовал? Это нехорошо. А если я скажу... Ой, опять, да? А, не понравился то же самое. Не, мне интересно, что будет... Если скажу нет. Что, не понравился? А, еще не пробовал. Так, где тут пирожок? Останавливает ману. Ну, ладно. Упс. Че? Почему нельзя съесть? Странное дело. Ну, ладно. Те, что говорят. На столе стоит арбуз, на арбузе муха. Муха злится на арбуз, что не лезет в брюхо. Мышь на коте женилась. Много деток... Вот тут же родилось. Мыши отята славные, милые, забавные. Закричали рыбы. Озеро... Озеро... Озеро горит. Сено с... Дровами тушить под пожар спешит. Врете вы, ребята. Не верят мыши отята. Как-то летом на снегу укусил комар блоху. Летит... Тет-кролик на... В березе поле... Помирает со смеху. Я не мамина, я не папина. Я на улице росла, и меня курица снесла. На столе стоит тарелка, а в тарелке молоко. Мы хотели искупаться, а оказалось глубоко. Я сидела у окошка. Когда... Братец подъезжал на кошке. Когда... Насим стал... Солезать... Не смог кошку удержать. На... На болоте стоит пень. Шевериться... Ем... Ем... Лень. Язык не ворочается, а ругаться хочется. Так... Жили у Ленюси две веселых муси. Киса серая, киса белая, две веселых муси. Мыли муси щёчки, сидя в тенёчке. Киса серая, киса белая, не видны в тенёчке. Вот кричит Ленюся, ой пропали муси. Мяска для серый, рыбка для белый, а пропали муси. Выскочили муси, ластились к Ленюси. Киса серая, киса белая, мявка ли Ленюся. Так... Ну ладно... Что нам тут... Где... Тут... Хозяин дома-то... Ну ладно... На этом я заканчиваю серию. Всем пока!